Вечерние события 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 с Кремлем демонстративное убийство Анны Политковской, но тем не менее, ну это что-то новенькое. Вам не кажется, это какие-то вещи? И полное направление на Украину, полным шагом ведет строительство полноценного тоталитарного режима. Последствия убийства Пригожина пока что мы с вами на утро после этого приключения сказать не можем, по той простой причине, что не сразу понятны последствия подобных шагов для строительства тоталитарного режима. Это, как правило, знают только сами строители. Я сравню это, например, с убийством Сергея Кирова в Ленинграде в 1903-1904 году. Я не думаю, что люди, которые в результате стали жертвами этого убийства, я имею в виду бывших членов Политбюро ЦК партии Григория Зиноева, Льва Каменева, Николая Бухарина, Алексея Рыкова, Николая Кристинского и других, они вообще думали, что это как-то будет связано с их собственной судьбой. Потому что никто из них, как вы знаете, к убийству Кирова никакого отношения не имел. Некоторые вообще были его близкими друзьями в свое время. Но тем не менее убийство было использовано Сталиным для того, чтобы расправиться с разными группами людей, которые воспринимались им в качестве, если не конкурентов в борьбе за власть, то, по крайней мере, в качестве фигур, которые ставят под сомнение его уникальность как наследников Ленина. И опять-таки на следующий день после убийства Кирова все это было очень трудно предсказать, что будет практически вычищена ленинградская партийная организация, что будут уничтожены ближайшие соратники Ленина, что начнется в конце концов через три года массовой таро. Поэтому я бы поостерегся сейчас вот такими далеко идущими. Для меня ясно одно. Это нельзя сравнивать с гибелью Бориса Немцова с убийством Анны Политковской или других наших друзей и коллег. Потому что эти люди были очевидными оппонентами самой сути режима. Пригожин никаким оппонентом режима, естественно, не был. Я бы сказал, что он был человеком, который ревностно для этого режима зарабатывал огромные деньги, миллиарды. Который, по большому счету, исполнял функцию фигуры, которая прикрывала действия российских спецслужб и силовых структур в Африке. Я уже не говорю о том, что Пригожин ведь не один погиб. Он же погиб с доверенными людьми, среди которых Дмитрий Уткин, который уж точно был человеком необходимым этому режиму, если посмотреть на логическое развитие событий. Насколько вообще этому режиму нужны люди, готовые совершать любые преступления без зазрения совести. Но именно такого рода расправы являются важным сигналом для людей, которые окружают трон, что с каждым может произойти все, что угодно. Это такие сакральные жертвы. Эфигения Вавлитик, как говорится. Потому что, понимаете, я вообще не верил и не верю в то, что так называемый заговор Пригожина не был согласован с первым лицом. Потому что он слишком сильно выглядел инсценировкой по своим результатам. И то, насколько Путин и Лукашенко на перегонки стали использовать его результаты для того, чтобы запугивать НАТО. Вот мы сейчас пошлем вагнеровцев, вот они хотят в Варшаву, вот они хотят в Жешев. Тоже показывают, что во многом вся эта история была использована для того, чтобы изменить ситуацию с возможностью гибридной военной страты. Мы с вами об этом говорили. И мы абсолютно разумно отмечали, что польские и литовские границы, они укреплены куда лучше, чем границы, допустим, между Россией и Украиной, потому что это границы НАТО. Но, тем не менее, сама угроза, как вы видите, она, мягко говоря, не очень хорошо действовала на западный мир. Что вот, 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 вдруг мы столкнемся с Россией. Вот что делать? А вы же понимаете, что такого рода размышления, они же влияют и на поведение в российско-украинской войне. Но, тем не менее, была ли это инсценировка или было это использование самого заговора с целью навести какой-то страх на цивилизованный мир. Это одна история. То, что в любом случае после этой истории, которая выглядит внешне как неповиновение вождю, те, кто проявил неповиновение, ликвидированы, это просто следующий вот такой вот камень. По большому счету мы уже имеем в России, вот после этого заговора, пригожина, и после ответа Путина, режим, который можно сравнивать с классическими тоталитарными режимами 20 века. Такой режим, который базируется прежде всего на абсолютном страхе элит и на безразличии общества, и на понимании элитами, что любой шаг в сторону может грозить не отставкой, не тем, что отнимут деньги, даже не тюремным заключением, как в случае какой-нибудь Улюкаева, а просто элементарной, если хотите, гибелью. Гибелью. И это то, на чем будет путинский режим базироваться в ближайшие годы. И у элиты, кстати говоря, выбор теперь только один – подчиниться или умереть, или убить его. Это же, опять-таки, заводит нас, в принципе, в мутные воды покушения на Гитлера. Потому что если ты просто… Даже не то, чтобы хочешь изменить курс реально, а внести корректировки в курс, у тебя есть только одна возможность – убить вождя. Потому что никаких корректировок не существует. Ты не можешь возражать. Ты не можешь вообще что-то доказывать. Ты должен только подчиняться. И это опасно для российской элиты, и это опасно для Путина одновременно. Но у него, я думаю, после того, как он не смог захватить всю Украину за несколько дней, нет другого выбора, кроме как строить такой режим. Вот он его и строит. Принципиальная разница между убийством Кирова и сегодняшней ситуацией заключается в том, что, по сути дела, Сталин ввел эту войну, начиная с 1934 года, против любой оппозиции, так сказать, разноголосицы в партии и в НКВД тогдашнего, в условиях достаточно все-таки спокойного внешнего окружения. Относительно спокойного. Все понятно, что там было на западных границах, но, тем не менее, все-таки 1934, 1937, 1938 годы это было относительное спокойствие. Там никто особенно... И войны не было. Не было большой войны. В нынешней ситуации, как мне кажется, принципиальная особенность заключается в том, что идет одновременно... То есть, можно сказать, что Путин сейчас ведет войну на два фронта. С одной стороны, большую войну, империалистическую войну против Украины, за которой стоит практически вся евроатлантическая цивилизация. И с другой стороны, в общем-то, война против, ну, в общем-то, так сказать, своих оппонентов, война на уничтожение. И вот как эти две войны как-то будут перекликаться? Это же многожильный кабель, в котором в каждом отдельном его, так сказать, витке происходят самостоятельные процессы. Что, как откликнется на вот это событие, так сказать, вот это вот коллективное, бессознательное российских силовиков, которые вы совершенно правильно сказали, что это страх, но в то же время это понимание того, что это бывшие фронтовые товарищи, так сказать, вагнеровцы. Я так думаю, что сейчас вагнеровцев начнут утилизировать полностью по всей стране. И, в общем, так сказать, как это будет... Не будет ли в конечном итоге после первой же серьезной победы Украины не возникнет ли ситуация, ну, похожая на то, что происходило в конце Первой мировой войны, когда просто солдаты стали уничтожать своих командиров, вхлынули с фронта и устроили большую русскую смуту. Вот как эти два события одновременно, война, в которой Путин явно проигрывает, явно, очевидно проигрывает, против Украины, и вот это вот уже очевидные репрессии против внутреннего сопротивления со стороны своих же бывших союзников. Вот как эти два очага возгорания будут корреспондироваться? Ну, вы знаете, я думаю, что и Сталин ввел борьбу с оппозицией отнюдь не в стабильном мире. Внешние границы действительно были свободны, спокойны, но вы тоже смотрите на эту борьбу из Москвы, как бы, с московского представления об истории. Это не совсем корректно. 1933-1936-1937 годы – это время большого голода в Украине. Это голодомор. Все это происходило во время голодомора. А голодомор – это не просто там уничтожение миллионов людей. Это серия крестьянских восстаний. Это фактическая гражданская война в Украине, потому что люди восставали, они убивали этих красноармейцев, они брали оружие в руки. Вот это тоже часть истории, кстати, Советского Союза, часть истории Украины, которая всегда скрывалась, что было силовое сопротивление всей этой истории с уничтожением украинского крестьянства. И это походило на те мятежи, которые были в 20-е годы, большие, помните, там Антоновское восстание и так далее. Но ввиду полного контроля за информационными потоками, это мало кому было известно. И, кстати говоря, даже зарубежные журналисты, которые знали о голоде и говорили о голоде, они могли увидеть именно в городах и где-то в небольших поселках результаты голода, но они никак не могли приблизиться к зоне восстания. Вот только уже в 90-е годы 20-го века, в 2000-е годы историки украинские, по сути, как археологией стали заниматься, раскапывая результаты этой борьбы с коммунистическим режимом. Но Сталин-то все хорошо знал, он прекрасно понимал, что он занимается этим внестабильной ситуации, что ситуация может выйти из-под контроля. Он менял там украинское партийное руководство в это время, тоже достаточно интенсивно там слал Украину постаршего. То есть у него тоже был забот полон рот. Если мы посмотрим на Центральную Азию в этот момент, мы увидим, что и там еще происходили, так называемое басмаческое движение не было уничтожено. То есть у него по тому, что советские империалисты называли окраинами империи, у него там горело. Это не мешало ему абсолютно уничтожать своих бывших соратников и проводить большой террор, потому что он считал, что страх – это лучшее подспорье в такого рода деятельности, потому что оно заставляет тех, кто посылается на усмирение мятежей, действовать куда более оперативно и уверенно, понимая, что они таким образом себе покупают, возможно, индульгенцию и дают возможность выжить. Но это были совершенно известные и очевидные тогда процессы. О них писал Троцкий. Опять-таки, кто читал тогда в Советском Союзе Троцкого, который там писал о конфликтах между украинским национальным движением и советской властью. Никто не читал. Эти все документы мы увидели только вот недавно. Ну, я имею в виду, мы люди, которые жили в Советском Союзе. Так что в этом смысле можно тоже провести определенные параллели. Я не думаю, что война вот эта, которую Путин, безусловно, готов превратить в долгую войну на истощение Украины и имеет для этого все экономические, политические, военные, исторические шансы, каким-то образом будет изменена в связи с гибелью Прюгожина. Но напротив, я думаю, что российские силовики будут воевать куда с большей злостью и ненавистью, рассчитывая на то, что они какими-то удачами на фронте или какими-то ракетными обстрелами Украины или чем-то еще купят себе благоволение вождя. Так что это подспорье в будущей этой войне. Понятно, что мы переходим сейчас именно к ее новому этапу, к этой многолетней войне на истощение, когда две армии, в принципе, не способны достичь результатов, на которые рассчитывают в Украине и России. Хотя у украинских вооруженных сил, конечно, гораздо больше возможностей, если мы говорим о техническом потенциале на будущее, если мы будем рассчитывать на ту военную помощь, которую нам оказывает Запад, я действительно думаю, что если мы получим там самолеты F-16 и так далее, то есть шансы, что эта война высокой интенсивности перейдет в войну низкой интенсивности, и мы в ближайшие годы будем наблюдать именно такую войну. То есть такой шанс существует для Украины. Но без политической воли Запада, как вы понимаете, говорить о том, что Путин абсолютно точно потерпит поражение в этой войне, это было бы по крайней мере наивно. У Путина есть все возможности для того, чтобы долгое время уничтожать Украину, терзать ее, превратить ее в территорию, непригодную для жизни. Если Запад не примет никаких политических решений, то Украина будет находиться на грани истощения своего человеческого экономического потенциала раньше, чем мы можем думать. Я считаю, что нынешняя политика западных стран, которые хотят, чтобы просто украинская армия наступала на участках фронта, сама освободила свои территории, одержала победу над Россией, а потом уже было принято в НАТО, эта позиция, мягко говоря, нечестна по отношению к нашей стране, я уже не разу в этом говорил. Что касается поражения, которое Путин потерпит в этой войне, это личная война Путина, и только он один знает, что такое победа и что такое поражение. Любой результат Путина в этой войне будет его успехом по той простой причине, что эта война не будет проходить на территории самой Российской Федерации. А все остальное можно объяснить любыми пропагандистскими шагами. Я уже неоднократно говорил, что по большому счету, если предположить, что вся территория Украины будет освобождена от российских захватчиков когда-то, а я очень на это надеюсь, то российское руководство заявит о том, что вот прекрасно мы демилитаризировали Украину, не пустили украинские нацистские войска на нашу суверенную территорию, но они оккупировали часть страны, но мы ее обязательно когда-нибудь освободим. А пока радуйтесь, что в Москве или в Брянске, или в Курске нет нацистских войск. И это будет большая победа, и в Москве будет праздновать День Победы. Я вас уверяю, в день, если вообще когда-либо мы с вами увидим завершение войны. Это тоже большой вопрос, потому что мы с вами можем его просто не увидеть. Это тоже реальность. Мы будем с вами жить в таком военном состоянии, небольшой, я сказал, войны низкой интенсивности, долгие трудные годы. И труднее будет всего тем, кто живет в Украине. Вы прекрасно понимаете, что на территории самой Российской Федерации и в этом тоже подлость этой войны, войны не будет. Граждане Российской Федерации не ощущают и не имеют никакой возможности ощутить реальных последствий войны, того, что ощущают люди, на которых напала их страна. И поэтому они не ощущают ни проблем, ни ответственности, ни желания эту войну прекратить. И поэтому популярность и рейтинг Владимира Путина возрастает с каждым новым преступлением. Это понятно? Скажите, как с вашей точки зрения вот как раз о поддержке Запада? Ну, мы сейчас слышим и видим первую реакцию лидеров западных стран и политиков Запада, и прессы западной на вчерашние события. Ну, совершенно очевидно, что просто понятно уже, что разговоры о там, мир в обменной территории, вообще разговоры о переговорах с Путиным в условиях, когда, ну, просто человек откровенно совершенно все свои, ну, просто все свои договоренности нарушает. Еще раз, тысячный раз это продемонстрировал. Как вы считаете, насколько это может сказаться, вот это событие, а его заметили, и Байден об этом говорил, и другие лидеры западных стран, насколько это событие может сказаться на какой-то корректировке. Я не скажу, что кардинальном изменении, нет. Но корректировке позиций Запада именно в сторону большей поддержки Украины. Я думаю, никак, потому что это совершенно и так все очевидно. И гибель Пригожина, она просто может утвердить, так сказать, Запад в правильности его представления о том, как развивается российский держатель. Что относительно переговоров Путина с Путиным? Я, в общем, все время вам говорю, дело не в том, что Запад не хочет вести переговоры с Путиным. Путин не будет вести переговоры с Западом, потому что это ему совершенно невыгодно. Не будет никаких переговоров Путина с Западом, не будет никаких переговоров Путина с Украины. Путин настроен на то, чтобы изматывать и уничтожать Украину. Ему совершенно не нужны переговоры с территорией, которую он хочет уничтожить. Он может вести переговоры только о безоговорочной капитуляции Украины. Только о признании Украины факта территориальной принадлежности ее территории России. И только о создании в Киеве марионеточного правительства, которое будет выполнять всю волю России. С президентом Украины готовым капитулировать Путин готов сесть за 100 переговоров хоть сегодня. И именно такого президента он всегда хотел видеть в Киеве. Хотел видеть в 2010 году. И практически получив такого президента стал вместе с ним осуществлять план уничтожения Украины. Хотел видеть во все последующие годы, но просчитывался всякий раз. И фактически, когда 24 февраля 2022 года было наступление на Киев со стороны Беларуси, то главной сутью этого наступления была именно замена власти в Киеве. Скажем так, Путин устал ждать, пока украинский народ изберет того президента, который перед ним капитулирует. Ему уже были более неинтересны, так сказать, нюансы и оттенки. И он решил, что он этого президента сам на танки привезет в украинскую столицу. Или вернет того президента, который в 2010 году был готов к осуществлению его программы действия. Не знаю, не буду даже сейчас предполагать. И ни с каким другим президентом Украины Путин разговаривать не будет. Он уже пытался в 2014 году разговаривать с Петром Порошенко, рассчитывая на то, что Порошенко благоразумно капитулирует. Этого не произошло. Все усилия украинской власти в последующие годы, буквально через год-два, были направлены на смену власти в Киеве. На договоренности с какими-то олигархическими кланами, на дестабилизацию украинского общественного мнения по отношению к той власти, которая была создана в результате победы Майдана в 2013-2013 году. Пришел 2019 год. Были попытки получить капитуляцию от Владимира Зеленского. По сути, Парижский саммит нормандской встречи для Владимира Путина стал саммитом безусловной, безоговорочной капитуляции Зеленского. Он был уверен, что Зеленский ему присягнет. Когда этого не произошло, уже через короткое время, через попытки заманить Зеленского и его окружение в ловушке, которые для них выстраивал Дмитрий Козак, тоже был принят план замены украинской власти. Тогда Дмитрий Медведев говорит о том, что Владимир Путин будет разговаривать с другим украинским президентом. Что с Зеленским разговором не будет. И будут разговоры со следующим президентом Украины. Каким следующим? Президентом Украины, который капитулирует перед царем. И этот план не отменен. И не нужно даже рассчитывать, что возможны российско-украинские переговоры. Это невозможно. И Запад это прекрасно понимает. Поэтому у Запада есть очень простой выбор. Либо долговременная война на истощение Украины, России, и мы в этой ситуации находимся. Либо политическая воля Запада, которая позволит предоставить Украине гарантии безопасности такого рода, которые заставят Путина остановить войну. Никаких других вариантов окончания российско-украинской войны не существует в природе. Я не хочу, чтобы их кто-либо выдумал. Когда наши вооруженные силы своими героическими действиями теряют тысячи людей убитыми и ранеными, создают условия для политического окончания этой войны, а цивилизованный мир этими условиями не пользуется, то выход из этого всего существует только в продолжении войны. Вот и все. Скажите, все-таки, как вы считаете, как может в нынешних условиях, невоображаемых, там, ну, с самого начала отбросим всякие глупости типа переговоров, этого действительно нет, но не только по той причине, что Путин никогда не сядет за этот стол переговоров, но и Зеленский никогда не сядет, потому что против этого украинский народ. Но вот все-таки реальное завершение войны хотя бы на уровень перехода ее в такую вот постоянно вяло текущую, как вы видите, здесь же могут быть самые разные события. Я же не говорю о событиях внутри России, которые все-таки, ну, могут еще какие-то события внутри России изменить ситуацию. Ну, это... Что-что? Простите. Переход на уровень низкой интенсивности, Игорь, возможен в случае исчерпания технологических и мобилизационных ресурсов сторон. В случае с Россией, учитывая, если мы понимаем, что российский военно-промышленный комплекс не способен производить оружие такими темпами, какие ему были бы необходимы, и не имеет достаточного количества поставок, конечно, это вопрос к военным экспертам, а не ко мне, но в принципе это вопрос ближайшего, ближайших двух лет, скажем так. В случае с Украиной это зависит от того, насколько западный военно-промышленный комплекс готов оперативно работать с, скажем так, задачами украинской армии. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что те ресурсы, которые были постсоветские на военных складах и так далее, то, что нас спасало в первые месяцы войны, они уже тоже исчерпываются. Сейчас речь идет о современной технике, которой тоже не бесконечное количество, которой тоже надо производить. У Украины здесь есть больше преимущества, чем у России, но, опять-таки, она зависит от внешних поставок. Собственный военно-промышленный комплекс в Украине появится реально только по окончании военных действий. Понимаете, что нельзя строить заводы и так далее, когда ты в любой момент подвержен опасности ракетного удара. Тем не менее, у Украины тут лучше возможности, чем у России, но есть несовпадение в количестве мобилизационного потенциала. Так что, по большому счету, если говорить, если убрать политические условия окончания войны, война где-то к 2025 году может перейти в вяло текущее положение и в таком виде существовать до окончания пребывания Владимира Путина в Кремле. Вот примерно так. Спасибо. Следующий год, 2024, это год в одном случае выборов, а в другом случае электорального мероприятия в трех странах. Соединенные Штаты Америки, Украина и Россия. Про то, что будет происходить в России в 2024 году, я ничего не хочу говорить и не думаю, что у вас есть желание по этому поводу что-то говорить, потому что это будет техническое мероприятие, которое не имеет никакого значения абсолютно. Я так думаю и я думаю, что вы с этим согласны. Сколько там нарисует Памфилова, не имеет никакого значения, это будет техническое мероприятие. Что касается выборов в Соединенных Штатах Америки, то здесь, скажем так, это имеет значение, потому что если Байден войдет в эти выборы в условиях, когда сначала был достаточно скандальный выход из Афганистана, а затем продолжающаяся война в Украине, то это, конечно, будут вопросы, насколько это может что-то изменить. Ну и, наконец, выборы в Украине в условиях войны, они вообще состоятся, по вашему мнению? Если состоятся, то как они будут проходить и будут ли они вообще, как это возможно, вот в воюющей стране устраивать? До отмены военного положения никаких выборов в Украине не будет. Ни президентских, ни парламентских, ни местных. Конституция не только не позволяет проводить выборы, она не позволяет привести к присяге парламент, который избран в условиях военного положения. Действующий парламент в любом случае должен работать до окончания военного положения согласно Конституции. Поэтому даже если предположить совершенно фантастическую вещь, что какие-то политические авантюристы захотят провести выборы в парламент в условиях военного положения, депутаты этого парламента должны будут ждать срока присяги до окончания полномочий нынешнего в условиях военного положения. Если мы себе представим, что военное положение продлится еще пять лет, то таким образом полномочия избранных депутатов нового парламента за это время просто истекут. Это будет просто катастрофа. Я вообще не говорю уже о другом. Парламентские выборы или местные выборы – это конкуренция. Это предъявление обвинений оппоненту. Это поиск ошибок в политическом курсе. Масса. Ну это же вообще конкуренция, естественно. И таким образом любые президентские или парламентские или любые другие выборы в условиях военного положения разорвут Украину и поставят ее на грани исчезновения. Поэтому никаких выборов в военном положении быть не может. 2024 год – это не год выборов в Украине. Это следующий год российско-украинской войны. А к выборам мы вернемся, когда военное положение на территории нашей страны будет отменено. И когда мы будем говорить о том, что мы перешли в мирное время. Никаких реальных перспектив обсуждать это в данный момент не существует. Но вы абсолютно правы, что президентские выборы в Соединенных Штатах так или иначе могут заставлять администрацию думать, если не об окончании этого конфликта, то по крайней мере о его локализации, скажем так. Это действительно важно. Понятно, что результаты войны в Украине не скажутся реально на результатах президентских выборов в Соединенных Штатах. Есть совершенно конкретное доказательство того, что американцы голосуют за внутренние проблемы, а вовсе не за внешние. Так что я бы на месте президента Байдена не уделял бы этому столько внимания с электоральной точки зрения. Но есть политические размышления. Просто опасность не победить на выборах и оставить своему преемнику. Тем более, что если этот преемник придерживается другой позиции. Такой неразрешенный конфликт. Это опасность не с точки зрения победы или поражения на выборах, а с точки зрения политического наследия. Американские президенты тоже об этом думают. Вы помните, как болезненно Джимми Картер воспринимал тот факт, что в его президентстве не удалось освободить заложников, которые удерживались в посольстве Соединенных Штатах в Иране. И Иран этих заложников освободил уже практически в первый день, кажется, президентство Рональда Рейгана. Это ощущалось, что администрация чувствует себя неудовлетворенной. Я имею в виду администрация Картера. Именно потому, что ей не удалось в финале его президентства решить эту важную политическую задачу. И наследство оказалось, как бы это сказать, затемненным этой историей. И я думаю, что у Джозефа Байдена могут быть такие же размышления. Вопрос в том, какие инструменты он хотел бы избрать для того, чтобы конфликт в Украине, по крайней мере, приобрел необратимый характер с точки зрения поражения российских политических расчетов и невозможности того, о чем мы говорили во время нашего этого разговора, долговременной многолетней войной на истощение Украины, на истребление ее граждан и на уничтожение ее экономического потенциала. Вот это очень важный вопрос, потому что я считаю, вот когда мы с вами говорим о всей этой велотекущей войне и так далее, мы же должны понимать, что останется на территории Украины после этой велотекущей войны. Зачем? Кому нужна победа на обезлюдевшей нищей территории, на которой мало кто захочет жить? Это не победа, это самое настоящее поражение, это победа Владимира Путина. Победа в войне с Россией может быть воспринята как успех только в том случае, если Украина останется государством с многомиллионным населением, ну хотя бы с населением 30 миллионов человек. Если Украина останется страной, способной возродить свой экономический потенциал. Если не будет новых техногенных катастроф, сравнимых с катастрофой Каховской ГЭС. Вот это победа, а все остальное – это поражение. И самое главное для цивилизованного мира – не допустить поражения Украины. Даже если мы представим себе, что украинские вооруженные силы через определенную череду событий восстанавливают территориальную целостность страны. Потому что территориальная целостность пустоты всегда будет свидетельствовать о поражении Запада и украинского народа. И тут, мне кажется, даже не нужно это объяснять. Поэтому я как раз против многолетней войны на истощение. Потому что я считаю, что в этом случае мы будем действовать в парадигме президента Владимира Путина, в парадигме российского политического класса, в парадигме русского народа, которому именно это и надо. Потому что русские сначала зачищали чужие территории, а потом туда приходили. Я хотел бы, чтобы Украина получила осмысленные гарантии безопасности уже в следующем году. Уже на Вашингтонском саммите НАПО. Чтобы был найден модуль таких гарантий, которые в принципе позволили нам говорить с большей или меньшей степенью уверенности, что украинский народ будет жить на своей земле. Потому что я всегда говорю, что есть триада приоритетов. Первый приоритет — это сохранение украинского народа на местах его проживания. И мы уже тут не в идеальном положении. Потому что часть нашей территории оккупирована, огромное количество людей переселилось в местное проживание в другие регионы Украины. Огромное количество людей уехало, и многие не вернутся. Второе — это сохранение государственности для этого народа. Потому что государственность для народа — это и есть его национальное убежище. И третье — это восстановление территориальной целостности. Если мы будем руководствоваться этими тремя приоритетами в их очередности, мы можем одержать победу. Если мы не будем понимать очередности приоритетов, то мы, безусловно, потерпим сокрушительное и отвратительное историческое поражение. Даже если добьемся военного успеха. Я думаю, что Запад это должен понимать. Спасибо. Я хотел бы, чтобы мы перешли все-таки к главной теме нашего разговора. Несмотря на то предходящее обстоятельство, которое состоялось вчера, я сознательно не стал менять тему нашей беседы. Потому что я считаю, что все-таки главное сегодня поговорить о новой, подчеркиваю, новой украинской государственности. И вот мы в России, потому что в России тоже в это же самое время возник какой-то новый тип государственности. И мы в России, такие люди, как я, привыкли размышлять об этом периоде, в том числе, как о целой череде ошибок людей, которые пытались эту государственность строить. Я убежден, что в России нет и никогда за последние столетия не было государства, просто государства как такового. Потому что мы жили при Советском Союзе, при советской власти и знали прекрасно, что никакой советской власти не существует, как государственной власти. Потому что за спиной этой советской власти всегда стояла другая сила, мафиозная структура под названием ВКПБ, КПСС и так далее. То есть никакого государства советского не было. Все, ну мы жили в это время и прекрасно знали, кто на самом деле государство. Так вот, после того, как единственная республика из 15 советских республик, которые распались и пытались образовать новое государство, единственная, где не было создано государство, это Россия. Потому что вместо, так сказать, квазисоветского государства, после исчезновения одной мафиозной структуры, возникла другая. И это путь ошибок, которые я постоянно в своих стримах, в своих статьях рассказываю, почему были вот эти неиспользованные окна возможностей, почему вместо одной мафиозной структуры, вместо государства была построена другая. Это отдельный разговор. А теперь вернемся к Украине. 32 года существования нового украинского государства. Вот с вашей точки зрения, что было именно в этот период, я сейчас не беру предыдущие формы государственности Украины, а именно в этот период, как вы его рассматриваете, как он вами видится, что это такое 32 года новой украинской государственности? Ваши, ну такой достаточно, какие вехи, какой общий взгляд, общий вывод, что удалось, чего не удалось? Были ли какие-то упущенные возможности? Ну и в конечном итоге, был ли шанс у Украины избежать этой войны? Вы знаете, я каждый год, когда писал статьи о годовщине украинской независимости, писал об упущенных возможностях. Я уже устал об этом, честно говоря, говорить, потому что... И перестал, мне кажется, писать эти тексты уже, потому что, мне кажется, что в войну это уже не актуально. В войну нужно думать не об упущенных возможностях, а о выживании государства. Но, тем не менее, вот все предыдущие годы, мне кажется, я могу найти 30, на 29 статей об упущенных возможностях. Потому что сама независимость нынешней Украины, которая появилась как результат краха империи, очередного краха империи, она нами воспринималась как константа. И самое главное, что мы никогда не понимали, украинское общество не понимало, сколько мы ему не пытались объяснить, что на самом деле наш взгляд на независимость и взгляд на нашу независимость в России, это разные взгляды. Что для нас это было уже состоявшееся государство, а для России с 1991 года, с первых территориальных претензий со стороны Москвы, которые мы получили в официальном заявлении пресс-секретаря президента Ельцина еще в августе 1991 года, это всегда было временное образование. Для России государством была не Украина, для России протогосударством было СНГ, которое должно было стать таким вот будущим объединением союзных республик. Мы этого не понимали. Украинское общество, когда перед ним ставили вопрос, хочет ли оно самостоятельного развития какого-то дрейфа в сторону цивилизации, цивилизованного мира или сохранение отношений особых с Россией, почти всегда в первое десятилетие нашего существования делало выбор в пользу особых отношений с Россией. Так был избран в 1994 году Леонид Кучма, так появилась олигархическая Украина, которая сохранилась до 2004 года в неприкосновенности. И по большому счету уже в 2004 году нас почти загнали в стойло. Леонид Кучма подписал соглашение о едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией и Казахстаном. С украинским суверенитетом, если бы не народ, не та его часть, вернее, которая вышла на улицы в 2004 году, было бы все кончено. Даже после этого России и пророссийским силам удалось взять электоральный реванш в 2010 году. Если бы не та часть народа, которая вышла на улицы в 2013 году, с украинским независимостью все было бы кончено уже тогда. Потому что, по большому счету, Украина уже шла по пути Армении, которая также отказалась от соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а потом вступила во все пророссийские интеграционные структуры, в которых ее еще не было. И это тоже надо просто помнить о том, как это вообще все происходило и какими были задачи Виктора Януковича, как он уничтожал украинскую армию, украинские силовые структуры, как были инфильтрованы российскими агентами украинские институции. Все это можно вспоминать. Но и после этого существовала иллюзия, несмотря на аннексию Крыма, несмотря на аннексию Донбасса фактическую, которая была Путином узаконена в 2022 году, существовала иллюзия, что с Москвой можно договориться, что причина войны в том, что мы как-то неправильно ведем себя по отношению к Путину и к России. Мне казалось, что после 2014 года, когда проголосовали за Петра Порошенко, многие его избиратели считали, что он опытный дипломат и договорится с Путиным, и все его профессиональные попытки договориться, по сути, натыкались на агрессивность и ненависть, и нежелание договариваться, что будут сделаны правильные выводы. Нет, выводы были сделаны прямо противоположные. Причем, я бы сказал, на общенациональном уровне. То, что говорилось в 2019 году о предвыборной кампании, о том, что можно с Путиным договориться посередине, о том, что наша власть наживается на войне и потому эта власть продолжается, о том, что война закончена уже в голове у кого-то. Это же не личные заблуждения Владимира Зеленского. Было бы неплохо, если бы это были просто личные заблуждения конкретного человека. Нет, новый украинский президент отражал трагические заблуждения нации, которая не понимала причин происходящего. Я, вы знаете, уже, по-моему, говорил в нашем разговоре о каком-то другом, что для меня была абсолютно яркой иллюстрацией заставка на телеканале Евроньюз, которую я тогда смотрел, в начале первой дни войны. Там показывали женщину, которая Путин выгнал из страны, которая бежала от войны в Европу. И она говорила, у меня все было, а теперь у меня ничего нет, потому что он хочет, он хочет, я не понимаю, чего он хочет. Это, с одной стороны, вопль отчаяния, а с другой стороны, точная политическая оценка. Никто не понимал, по большому счету, в Украине, я имею в виду не никто, я имею в виду из людей, которые должны были принимать решения, и их избиратели, причин войны, того, что в России абсолютно серьезно считают, серьезно, Украину частью России. Считают, что украинцев нет. То есть Путин об этом уже кричал в репродуктор, помните, да? Писал статьи, Медведев уже выступал со всеми своими оскорбительными текстами. Нет, в это не верили. Считали, что это просто какой-то прием, чтобы получше договориться. Не смотрели вверх. Поэтому была ли Украина обречена на эту войну? Да. Если Украина была бы не обречена на эту войну, только в одном единственном случае. Если бы она шла в парадигме политических желаний российского руководства и народа. Что было доведено до ее сведения в августе 91-го года? Территориальных претензий к бывшим советским республикам не будет, если они будут оставаться в союзнических отношениях с Россией. Если они откажутся от этих союзнических отношений, Россия оставляет за собой право предъявления таких претензий. Было бы все сказано. И таким образом, любая трезвомыслящая страна, любое трезвомыслящее общество должно задаться вопросом. Если рядом с нами сосед, который в любой момент готов на нас напасть, то, может, нам нужны другие союзы. Может быть, не нужно пытаться усидеть на трех стульях. Может быть, нужно думать о том, как вступать в Европейские союзы в НАТО? Еще раз напомню. Наши соседи по Центральной Европе и по Балтии все это сделали. А большинство украинцев были категорически против вступления в НАТО вплоть до войны 2014 года. Не отрезвила ни война с Грузией российская. Президент Ющенко, который поддержал тогда Грузию, оказался в фактически политической изоляции в собственной стране. Поэтому все это совершенно закономерные результаты недооценки опасности и непонимания задач соседнего государства. И, кстати говоря, я очень точно помню, что когда я пытался эти задачи объяснять, даже людям с национал-демократическим ориентиром от меня всегда отмахивались. Никто в это просто не хотел верить. Я думаю, что это такая цивилизационная пропасть между Россией и Украиной, которая возникла еще в советское время, она в результате приводила к тотальной недооценке настроения общества, украинского общества в России и российского общества в Украине. Вот сейчас мы находимся в таком экзоциальном конфликте, который показывает, что никаких путей к примирению и взаимопониманию к окончанию войны, вот таких вот логических путей, не существует. Это не война Франции с Германией какая-нибудь там европейская, которая должна была привести к тому, что одна страна там захватывает часть территории другой, потому что она считает ее исконно своей. Понимаете? Да вот на самом деле это немецкая, а вот на самом деле это французская земля, мы боремся за Эльзас и Латарингию. Ничего подобного. Это война Туци и Хуту, условно говоря, в Руанде или Бурунде, когда одно племя просто хочет уничтожить другое. И пока это племя еще живет, дышит и говорит, не будет тому племени и минуты покоя. Национальная задача русского народа состоит в ликвидации украинской цивилизации. А украинский народ, мне кажется, до сих пор этого до конца и не осознает, что он находится в состоянии смертельной опасности, так называемого окончательного решения украинского вопроса. Без окончательного решения украинского вопроса украинской цивилизации не состоятельна в своем шаминистическом виде. Может быть, только другая российская цивилизация, но ее никогда, подчеркиваю, никогда не было. Не было со времен появления даже не московского, а Владимира Суздальского княжества на политической карте мира. Последнее, чем занимались Владимира Суздальские князья перед монгольским нашествием, они не готовились к отражению атаки, они готовились к набегу на Мордовское княжество, потому что это всегда было экспансионистское государство с момента появления, если хотите, Андрея Боголюбского, если не раньше. И вот мы имеем дело с тысячелетней экспансией, в том числе и на наши земли. И что делать, если мы не найдем себе союзников, с которыми вместе мы можем от этого обороняться, исчезли? Как обычно в наших беседах, я просил бы вас завершить наш разговор ответом на те вопросы, которые я не поднял. Что вам сегодня видится главным из того, что мы сегодня не сказали, не обсудили? Что является ключевым? Какие темы вам представляются важными? Что бы вы хотели сказать? Следующим в процессах является развитие и становление украинской идентичности. На протяжении веков на этой территории соседствовало три идентичности. Одна из этих идентичностей была классическая украинская европейская идентичность. Другая из этих идентичностей была, по большому счету, идентичностью имперской. Ее носители, которых были тоже миллионы людей, считали Украину частью русского мира и частью российской империи. И была третья идентичность, куда более мощная, чем первые две, это идентичность равнодушия. Люди, которым вообще было все равно, где они живут, лишь бы здесь были какие-то сносные условия для жизни. Разные были критерии сносности, но суть была всегда одной и той же. И я считаю, что война Путина против Украины, она усиливает украинскую идентичность. Носители российской имперской идентичности, их еще много, но они уже не могут быть агрессивны. Многие из них растеряны, для многих из них мир рухнул на голову, многие из них уехали в Россию. По большому счету, эта часть населения Украины перестает быть важной частью политических и общественных процессов. Эти люди не сами по себе проиграли. Ракеты были обрушены на их головы теми, кого они всегда хотели видеть хозяевами своей земли. Они увидели, что эти хозяева не щадят никого, ни врагов, ни сторонников. И для них, вот для этих людей, это, конечно, большое политическое и человеческое поражение. У меня нет никакого сочувствия, потому что я никогда не готов сочувствовать людям, которые не уважали собственную страну и собственную память, не уважали собственных отцов и предков, которые жили совсем в другом мире. Но это их дело. Я не хочу их осуждать, потому что я считаю, что осуждать людей, которые становятся жертвами войны, это подло. А эти люди тоже жертвы войны, понимаете? Никто не заслуживает ракеты и смерти собственного ребенка и в этой трагедии. Человек, который до этого момента смотрел российское телевидение и поддерживал Путина или говорил, что здесь русская культура и русский язык, он не заслуживает гибели от Путина, понимаете? Поэтому я этого человека тоже не буду осуждать. Но вот та часть людей, которым всегда было все равно, они вот увидели, что такое не все равно. Что вообще в их жизни происходит, когда отнимают Украину. И большая часть этих людей, они отдрифуют в сторону вот такой вот украинской идентичности. Что в принципе позволяет рассчитывать, что по окончании этой войны мы наконец-то создадим полноценное государство, в котором конфликта идентичности не будет. Украинская СССР, это, как вы правильно говорили, никакое было не государство. Это была диктатура коммунистической партии и проект специально задуманный и вычерченный Сталином для того, чтобы никогда не было независимой Украины. Для того, чтобы всегда здесь был этот конфликт общественный, конфликт идентичности. Владимир Путин уничтожил этот сталинский проект. На самом деле, именно он своими действиями уничтожил этот сталинский проект. Потому что независимая Украина строилась внутри, на каркасе, на фундаменте этого антиукраинского проекта. И война Путина против Украины при всей ее жестокости, подлости и несправедливости разрушила этот сталинский проект. Теперь мы имеем возможность, спустя годы, если мы сохраним народ и государственность на этой земле построить новую, настоящую Украину. Спасибо, Виталий. Дорогие друзья, у нас была беседа с украинским журналистом Виталием Портником. Спасибо, Виталий. Всего вам доброго. Я просто напоминаю, что у нас сегодня в 22 часа на моем канале будет разговор с Геннадием Гудковым. Виталий, спасибо вам большое. Всего вам доброго. Слава Украине. Героям слава и удачи.